Поздравляю вас! Крепкий боец. Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный голос. От человека зависит. Классный спортсмен не должен быть таким пока. Иначе не может быть. Но победа убедительная. Я посмотрел. Спасибо большое. Хороший удушающий привет. Спасибо. На этот раз отец не давал. Так что... Поздравлять нельзя было. Классический удушающий прием. Спасибо большое. И на горло ты ему не давил. Правда, правда. Нет, я видел. На двух сторон как положено. Все по-честному. Все по-честному. В начале старался через челюсть, но в первом раунде. Он чуть-чуть правильно уходил. Рядом с отцом попали здесь. Я всегда болел. Когда... И так душу, душу, что-то не получилось. Я отцу говорю. Не получилось. А он рядом через сетку. Я вижу метр между нами. И друзья вышли. Они говорят. А ты с отцом разговаривал. Он тебе сказал, что в первом раунде его не заканчивать? Или что тебе делать? Мы заодно услышали. А ты на сети, по-моему. Нет, я ему сказал, что не получилось. Что-то такой диалог. Не суетесь. Не суетесь. Удак тоже неплохо, да? Да. Один раз зацепил. Один раз зацепил. И вообще, ну, он все бои выигрывал в стойке. И руками, ногами, прессингом. Но мы ожидали, что он в стойке будет еще быстрее, чем на руках. И вот эта война, все, она его чуть заметила. То есть потерял скорость? Тем потерял? Потерял скорость, да. Потому что... Если в первом раунде я шел бы, так скажем, на зарубон, было бы чуть опасно. Мы в первом раунде его завозили. А вот во втором раунде чуть-чуть застоялся в стойке. Бах! Один пропустил. И слышу отца недовольный голос. Уже надо возвращаться уже к борьбе. Правильно. Надо использовать свои конкурентности. Это правда. И не позволять ему сделать то же самое. Меньше риска. Да, да. Не позволять ему сделать то же самое. Он чуть повыше же тебе, да? Одинаково. Просто одинаково. Но я не думал, что... Я думал, что во время боя я чуть-чуть больше буду. А вот зашел, смотрю, ну не меньше. Потом в клинче тоже чувствуется, что не выступает физически. Я понял, что придется его завозить. Придется с ним чуть-чуть потягаться. И что интересно, там жарко было очень. Как зашли, даже вот с первого клинча, скользкий был. Я вот так ногами зажил, руками корпус взял. Смотрю, скользит. От захвата быстро уходит. И чуть-чуть перестраивается, только пришлось во время боя. Но это дополнительные сложности создает, конечно. Ну, есть хитрость такая. Волосы мажут, она высыхает. Когда обогревается, и потеешь, и начинает сползать на школьский. На тело же выходит, и еще... Хитрость... Серьезно. Очень много нюансов. И еще... Постоянно же в Штатах дерешься и... Заходишь, но публика поддерживает своего, да? И привык, что осуществляет. А здесь заходишь первый раз, и все, публика тебя поддерживает. А я... Но этот фактор я не учитывал. В развивалке чувствовал, как обычно. Перед выходом чувствовал, как обычно. А когда вот начал заходить, вот эта поддержка, все... Смотрю, сколько близких, родных в зале. И такая чуть-чуть, такая... Давку такую почувствовал. То есть, я думаю, ну, давно такой давки не было. Ну, пока бой не начался, как зашел. Все, вот этот минут пять. Такую чуть давку почувствовал. Хочу себе прийти, никак не могу. Смотрю на отца. Отец тоже чуть нервничает. Я ему говорю, ты хоть меня не заставляешь. Пух взял от папаха. Когда увидел, я... Думаю, как долго попал. Да, и... А потом, как бой начался, уже... Уже там уже... Ну, тебя леоил... Пару бросков прошло. Поднимало. Да. Да. Угу. Я еще... Прям перед боем... Другу говорю, он говорит, правую руку на гильотину заходит. Я вот себе бои смотрел, он левая не заходит, он так... Во время борьбы зашается, отдает левую ногу и правую руку заходит. И левая нога, он же левша, левая часть все растягивает. И я ему говорю, я ему хочу шею отдать. Чтобы он зашел мне, чтобы он во время душа, чтобы он потратил силу. Это очень опасно. Вот честно. Я ему отдал, можно не заметить. Да, да. Я ему отдал шею, ну, левую ногу закидывал, чтобы он обои меня не прихватил. А я смотрю, что-то через ногу у меня душится. Может, этот... Сильнее и сильнее. Я такой раз, поменял положение, второй раз пришел и шею с ним затянул. И думаю, надо выбираться. Да, правильно. Потому что можно просто не заметить и... И уснуть. И уснуть. И уплыть. Прекрасно. И просыпаешься, и все. Все закончил. Что-то такой момент тоже был, что бы не просчитал, да? Ну, я тебя поздравляю. Очень хороший поединок. Красивый, честный и красивый. Такая эффектная победа. Здорово. Здорово. У вас как здоровье? Очень хорошо. Нормально. У нас форма лучше, чем этот график. Намного лучше, чем этот график. Слава Богу. Анималий с вашим графиком. Я думаю, без спорта будет очень тяжело. Точно. Да, невозможно. Невозможно. Особенно подрывает от смены часовых поясов, конечно. В Владивостоке у нас 7 часов разница. Трудно. Там не спишь, потом сюда приедешь. Здесь не спишь. Двойная акклиматизация. Да, но ты же знаешь, что идет. Мы вот прилетели с Калифорнии. Туда тоже 11 часов разница. И где-то неделю, да, вообще в себя не проходил. Да. И постоянно узнаешь, а соперник прилетел, соперник прилетел. По-любому же чувствуешь. Они говорят, он 30-го прилетел в России. Я думаю, так, подожди. Я когда прилетел 17-го, я через 10 дней только себя прошел. Она 7-го числа, так что у него будет акклиматизация. Тоже ищешь себе плюсы. Да, она же через неделю где-то пик бывает. И эти моменты они же не учитывают. А я постоянно когда туда прилетел, по своим делам и так далее. Идешь в зал, тренируешься, ты задыхаешься. И заранее мы знали, что там климат пустынный. Нужно заранее прилетать. Пустынный климат? Ну там пустынная жизнь. 43-46. Мы прилетели все, да. И горячий ветер такая, да? Очень сильно. А там еще они новую арену построили. И арена где-то на процентов 80-90 только тогда была. И с кислородом проблемы были. Там около 20-30. Арена полная, еще люди внутри, еще жарен снаружи. И мне еще говорят, в зале очень жарко. Вы представляете, сейчас в главном бою все соберутся. И еще больше жарче было. 14 градусов, разница была в раздевалке или в зале? А прилично. А сколько вообще в зале было? Температуры? Температуры больше 20. А в раздевалке холодно было, потому что маленькая раздевалка. Кондиционеры, а вот зал пришел, там чуть жарче. Как только зашел, я даже не начал драться, я уже плотный был. Такие моменты были, которые перед разом сталкивались. И отца перед разом у себя там выезжал. Дерешься там по-любому, где-то там в мыслях отец есть. Что-то отвлекало, честно говоря. Но я ему не говорил. Были такие моменты. Ну что ж, здорово, молодцы. Поздравляю. Продолжение следует.